Не надо жить в матрице, надо жить в обществе своих друзей, надо жить среди соратников, надо искать истину там, где открытые чистые сердца, не надо жить в матрице. Можно по-разному смотреть на этот мир. Для кого-то этот мир матрица, а для кого-то это красивая природа. Если мы, допустим, живем в матрице, то мы не можем найти дорогу к Богу, потому что есть разные формы восприятия мира. Есть сознание мухи, есть сознание пчелы. Понимаете, и та, и другая летит к сладкому вкусу. Но пчела, когда летит к сладкому вкусу, она кроме нектара ничего не видит вообще. Она просто нектар, нектар, нектар. Когда она нашла нектар, она дальше, куда ее несет? В улей, своим пчелам. Она даже про себя забывает. И даже пчеловоды, они стараются улей ближе ставить, чтобы пчела, она не упала по дороге, не потеряла свою жизнь из-за того, что она так сильно хочет принести нектар пчелам. Муха, когда летит к пчелам, к нектару, она тоже хочет сладкий вкус, но по дороге она видит, что там какой-то беспорядок лежит на дороге. Вот, надо разобраться в этом вопросе, понимаете? Она по-другому видит мир. Потом заводится опарыши там в этом беспорядке. И так она живет в этих испражнениях всю свою жизнь. Понимаете? То есть идея в чем заключается? В том, что человек должен понять, как он хочет жить. Если он хочет жить чисто и светло, он должен в этом мире самое лучшее учиться видеть. Это не просто видеть самое лучшее, но это уже не матрица. Когда человек видит самое лучшее в этом мире, он благословлен Богом. Он будет жить счастливо в этом мире и будет встречать самое лучшее в этом мире. Самых лучших людей, самое лучшее знание, самые лучшие отношения и все самое лучшее. потому что он идет правильной дорогой. Зачем ему мешать? Зачем судьба будет мешать? Поэтому не надо жить в матрице, надо жить в чистых восприятиях. Для того, чтобы так жить, нужна молитва с утра. Самое сложное в этом мире – настроиться. Настроиться сложнее всего. Вот мы сейчас ехали сюда, и была большая пробка. И можно было нервничать, можно было молиться. Вот надо выбрать было, что делать в это время. Вот, поэтому каждый живет в своем мире, но лучше всего жить в мире, который приносит счастье. Родственникам не надо открываться, чтобы они приняли духовный путь. Им надо служить. Потому что родственники по факту боятся друг друга все. В тайне где-то боятся. И если близкий человек меняет направление в жизни, мы не доверяем этому. Нам кажется, что он сошел с ума, или что-то его зазомбировали, что-то с ним произошло. Вот, резкие перемены в жизни означают сильный страх всегда у родственников. И этому страху можно противостоять только сильно любовью. Если ты очень смиренно относишься к родственникам, им служишь, они по факту сами начинают интересоваться, а что это вот ты нового такого в жизни сделал, что ты стал таким хорошим. Понимаете? И можно им чуть-чуть об этом рассказать. Не обязательно их погрузку полную делать, чтобы они там были в шоке. Чуть-чуть можно что-то сказать в меру их возможности, они примут это и будут дальше изучать, куда ты идешь. Не нужно пытаться навязать родственникам свое направление жизни. Часто люди думают, что я таким образом помогу им, но по факту оказывается, что человек хочет просто себе помочь. Поэтому он оборачивает свое направление родственников, свою веру, потому что он заботится о том, как комфортно ему теперь здесь будет жить или нет. Понимаете? Он агрессивно часто это делает, навязчиво, и поэтому становится еще хуже ситуация. Поэтому не надо никого мучить своими взглядами на жизнь. Мантра — это более широкое слово. Ман означает ум, тра означает действие какое-то, орудие. То есть на самом деле мантра означает многие вещи, в том числе и молитву. Молитва — это воздействие, направленное на ум, связанное с Богом, чаще всего с Богом. Но мантры бывают разные, не обязательно направлены на Бога. Поэтому слово «молитва» мне больше нравится, потому что все остальное — это пустая трата времени по факту. Вы знаете, я, честно говоря, вот не сильно интересуюсь этими вопросами. Я знаю, что даже если меня всего будут видеть с ног до головы, и сверху вниз, и снизу вверх, все секретные службы, если я буду творить добро, мне все равно никто не сможет причинить зло. Понимаете? То есть чего бояться этого мира? Рано или поздно этот мир будет настолько сильно закомплексован, что шагу нельзя будет сделать без того, чтобы все об этом знали. Ну и делай правильные шаги. Делай, живи так, чтобы никто не мог сказать о тебе плохо. Чего нам бояться? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok